Глава восемнадцатая. Функции тонкого тела. Примите на себя ответственность за ваше восприятие мира. И не просто за то единственное восприятие, которое вы получили с рождения. Направьте вашу точку сборки в другие области светящегося яйца. Если вы туже затянете пояс, отбросите все другое в жизни, точка передвинется сама собой без каких-либо упражнений или направленных действий с вашей стороны. Тайша Абеляр. Еще один вопрос, которому необходимо уделить внимание, это состояние наших астральных тел. Название используется часто одно и то же, но на практике в тонком измерении мы все разные, как, впрочем, и наш внешний вид у каждого свой. Социум, воспитание, данное нам родителями, уводит на поверхность наше сознание, и, отрываясь от своего внутреннего Я, мы живем в той реальности, которая является реальностью только для нас самих. Естественным образом, наша структура, наше тонкое тело перестают использоваться и атрофируются. Когда человек спит и не видит сновидений, это говорит о том, что силы его сознания недостаточно даже для того, чтобы контролировать свое тело сновидения. Представьте, что космос — это мир снов, а миллионы наших астральных тел, подобно неиспользуемым скафандрам, парят во Вселенной. Разве кто-то сказал вам, что в тонких мирах никто не живет? Нет, подобных утверждений не было. Наоборот, некоторые видящие утверждают, что параллельное измерение заселено жителями. Вопрос на смекалку. Неужели кто-то из них откажется попутешествовать в вашем тонком теле? А как вы объясните то, что большинство людей страдают от постоянного недосыпания, даже при положенных восьми часах сна? Мало кто хотя бы раз в жизни не слышал фразу «Как будто не спал, а вагоны разгружал». Не правда ли странно? За восемь часов сна мы не только не отдыхаем, но и устаем, ничего не делая, причину этой усталости объяснить нелегко. «В сновидений вы можете прожить долго», сказал он. «Но тело будет негодовать. Мое тело действительно чувствует это. После сновидения появляется такое ощущение, что вас переехал грузовик». Карлос Кастанеда. «Речь идет о другом аспекте переживания снов, но принцип истощения энергии тела сновидения понятен. Ведь усталость есть, и она очевидна, так же, как и то, что мы проснулись. Можно попробовать найти объяснение причины высокой подушки или усталости, накопленной в течение дня. Но если подумать, то усталость физического тела не имеет никакого отношения к астральному миру, не так ли? Кроме того, подчеркну, что оно черпает силу именно из грубого мира и максимального эффекта достигает во время физических или эмоциональных нагрузок. А ведь от тонкого тела зависят такие качества, как ум, воля, вера, способность к реализации желаний, красота, молодость, здоровье, интуиция и многое другое. Подсознательно каждый из нас стремится раскрыть в себе какие-то новые внутренние качества. Это может показаться смешным, но даже алкоголь позволяет переживать ощущения, присущие тонкому телу. Проблема заключается в том, что о правильном его потреблении знают единицы и поверьте, они-то как раз его и не употребляют, ведь существуют сотни более эффективных способов выхода в астральный мир. Кто-то пытается раскрыть свою сущность, исследуя пути древа Сефирот, других интересует гипноз, фэншуй, магия, искусство сновидений, астрология или эзотерическое христианство. Каждый из нас идет тем путем, который ему более всего подходит. На самом деле наши тонкие тела были сформированы еще в прошлых воплощениях, и в момент рождения мы вновь осознали тот уровень, на котором окончилось наше развитие в прошлом. То есть, если мы интересуемся и занимаемся чем-то, то только потому, что в тонком теле происходит именно то течение энергии, которое соответствует нынешнему положению вещей. Известная загадка. Что появилось раньше? Курица или яйцо не несет в себе подобное логическое завершение? Кажется, что мы выбираем свой путь здесь и сейчас, но стоит войти в состояние повышенного осознания, как становится ясно, что выбор был сделан уже давно нами же, но в далеком прошлом и сейчас мы просто следуем своей программе, но все же умудряемся голосовать за независимость, отважно повторяя «Я свободный гражданин». А ведь то, что кто-то искусственно или естественно смог войти в состояние повышенного осознания, также было задано, как своего рода программа еще в момент зачатия. Мышление вызывает движение энергии по каналам строго определенным образом. Но что происходит, когда меняется объект, над которым вы размышляете? Меняется и направление движения энергии. К примеру, вы занимались фитнесом, а с недавних пор решили попробовать себя в хатха-йоге. Уже спустя мгновение после начала занятий энергия потечет по тем каналам, которые задействуются в этом виде йоги. Если каналы широки и чисты, то пробужденные во время занятий праны не будут встречать препятствий на своем пути, что внешне проявится как интерес и расположение к занятиям. При загрязнении или блоках, а тем более, если наши каналы будут узкими, жесткими и неспособными к развитию, движение внутренней энергии будет неприятным и даже болезненным. Естественным образом, интуитивно чувствуя предстоящую нелегкую работу над собой, ум, возможно, предпримет отчаянную попытку к бегству, мотивируя тем, что в мире достаточно и более легких путей работы над собой. Сам по себе интерес и способность к занятиям уже являются начальным критерием развития астрального тела. При пребывании в нем йоге не дадут солгать такие сверхспособности, как ясновидение, совершенная интуиция, чтение чужих мыслей, знания будущего и прошлого являются сопутствующими факторами. Проще говоря, все эти и многие другие качества изначально присущи нашему двойнику в той же степени, как и всем нам присуща способность ходить, спать или есть. Сейчас для большинства из нас термин «ясновидящий» ассоциируется с чем-то сверхъестественным, но, к примеру, практически все жители, исчезнувшие Атлантиды обладали этим качеством. Кроме того, их уровень развития магических искусств был не отделен от религии. Их жрецы, подобно пророку Моисею, могли творить чудеса, например, за короткий промежуток времени доставить большой объем стройматериалов на огромные расстояния. Мы называем себя высокотехнологической цивилизацией, но во время Господа Кришны на Земле существовали летающие дворцы и небесные колесницы, и перемещались они в пространстве намного быстрее и дальше, чем наши космические аппараты и спутники. Если нам для запуска одной орбитальной станции требуются огромнейшие капиталовложения, высокоточные технологии и масса обслуживающего персонала, то во времена Два Пара и Трета-юги перемещение небесной колесницы происходило только за счет чтения мантр всего одним человеком. Разница даже на первый взгляд огромна. Вообще существуют четыре эпохи Сатья-юга, Два Пара-юга, Трета-юга и Кали-юга. Стоит отметить, что большинство людей ассоциируют Кали-югу с эпохой богини Кали, но это неправильное понимание. Демону Кали, Кали-я, будет позволено править этой эпохой для того, чтобы было видно, кто свят, а кто не соблюдает принципов праведности. Можно, конечно, возразить, что это было в прошлую эпоху, но осмелюсь с вами не согласиться. Будучи маленьким ребенком, в своих снах я постоянно выходил из тела, паря в воздухе, перемещался над девятиэтажным домом, в одной из квартир, которого жила наша семья, в другие измерения. Видя до мельчайших подробностей внутренний двор, деревья и припаркованные автомобили, я, кроме всего этого, наблюдал в небе перемещение тысяч всемозможных летательных аппаратов. Они были разных форм, конструкций и назначений. Также я легко мог определить, какой цивилизации принадлежит тот или иной аппарат. Судя по кинофильмам и фотографиям, можно отметить большое разнообразие НЛО, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что видел я. Мне смешно, когда я читаю, что некая цивилизация контролирует жизнь на Земле. Это правда лишь от счастья, потому что каждая из них помогает нам в развитии и в некотором смысле беспристрастно наблюдает за нашим прозябанием в совершенном материализме. Одно, можно сказать, наверняка. Мы предоставлены сами себе, и если мы исчезнем с лица Земли, то через пару сотен лет они создадут новую цивилизацию, а о нас будут говорить как о неудачном эксперименте. Все случаи частичного проявления инопланетных сущностей на нашей планете происходят по воле существ более высокого порядка, то есть они позволяют, а иногда и помогают нам видеть их. Отличительной чертой инопланетных кораблей, которые мне довелось наблюдать, было то, что их оболочка состояла из тонкой светящейся энергии, уплотненной до состояния пластичного металла. Будучи совершенно прозрачными и в то же время на вид довольно хрупкими, они перемещаются в пространстве, не ощущая сопротивления воздуха. Особое магнитное поле рассекает воздушные потоки, пропуская в образовавшуюся щель летательный аппарат. Практически в каждой из них в носовой части видны существа, сидящие в удобных креслах, всегда по одному, но встречались корабли с двумя и с тремя пилотами. Некоторые специально останавливались возле меня, парящего в воздухе, для того, чтобы я мог их получше рассмотреть. Загадку, которую я тогда не смог решить, я разгадал уже взрослым, когда обрел способность перемещаться в воздухе над двором нашего дома. Иногда я спонтанно вылетал из тела в небо, иногда просыпался в теле сновидения уже парящим на высоте, равный девятиэтажному дому, но так и не научился перемещаться в воздухе. Единственный способ, который я мог придумать тогда, грести руками и ногами подобно пловцу. Так, довольно часто, для того, чтобы прикоснуться к замерзшему десятки метров от меня кораблю, я греб несколько минут, неотрывно глядя в глаза пилота с мысленной просьбой «Подожди, не улетай!» Прикасаясь к корпусу, моя рука беспрепятственно проникала внутрь и так же легко возвращалась назад, не оставляя следа на обшивке, что было, как мне тогда казалось, очень забавным. Все это время пилот наблюдал за моими действиями, позволяя мне удовлетворить свой интерес. Происходило ли между нами общения? Нет, мы просто знали мысли друг друга. Именно поэтому, видя меня, некоторые из них останавливались. К примеру, однажды мне захотелось поиграть с одним из таких кораблей в догонялке. Поняв мою мысль, пилот аппарата сразу же отреагировал, сорвавшись с места и начав выполнять в небе такие виражи, которые, наверное, даже суперсовременные истребители выполнить не в состоянии. Затем он вновь вернулся ко мне и в глазах гуманоида я прочел вопрос. Ты все еще хочешь играть со мной? Конечно, мне, прогревшему всего пару метров, было нелегко соревноваться с ним, и он это понимал. Но ведь я был ребенком, и его трепетные чувства к нежному и хрупкому существу вроде меня не позволили игнорировать мое желание. В другой раз один корабль, несясь в мою сторону на огромной скорости, остановился в сантиметре от меня, и я оказался лицом к лицу с гуманоидом, хотя тогда он был для меня просто существом, таким же, как и я сам, только внешность у него была другой, а в сознании звучали его слова. Видишь, ты не испугался. Чего мне было бояться, ведь когда он приближался ко мне, я видел в его сознании, что он контролирует свой корабль и ничего плохого мне не сделает. От этого я улыбался и разглядывал его большие и красивые глаза. Уверен, что, идя по пути развития современных космических технологий, мы никуда не придем. Сам путь был выбран неверно. Именно поэтому мы не представляем для других цивилизаций никакого научного интереса. Для них наша цивилизация все равно, что австралийские аборигены для нас. Единственный выход изучение технологий и разработок прошлых цивилизаций или же обработка информации, приходящие через так называемых контактеров, магов и экстрасенсов. Ведь у нацистской Германии были разработки в этой области, а с приходом освободительной армии все куда-то исчезло. Проект был заморожен. Обратите внимание, что во всех случаях похищения людей пришельцами присутствует факт пробы анализов тела. Похоже, то же самое делают наши ученые с вымирающими видами животных. Они даже не пытаются проверить наш уровень интеллекта. Надеюсь, несложно догадаться, почему так происходит. Теперь попробую объяснить, в чем отличие экстрасенса от простого человека. Что представляет собой простой человек? Работа, дом, семья, жена, дети и так далее. Что же представляет собой экстрасенс? Отчасти семья, если есть интерес, дом, возможно, дети и любимая жена, плюс смещенная и закрепленная точка сборки в терминах Дона Хуана, плюс талант, помогающий осознать до определенной степени свое астральное тело, из которого, собственно говоря, и черпает он свои знания и силу. Каким образом ему удается вытаскивать необходимую информацию из тонкого мира? Это нетрудно. Необходимо просто разрушить грань, разделяющую этот и тот. Разрушить не значит уничтожить, но более правильно сказать очистить. Впрочем, быстрое очищение все же выглядит как разрушение. Именно эта грань находится в наших умах. У большинства видящих данная способность проявилась во время экстремальной ситуации. Способность эту они заметили, побыв в состоянии клинической смерти, либо пережив глубокий эмоциональный шок, а может быть под воздействием какого-либо галлюциногенного вещества. Чего делать не советую вообще никому, ибо такие практики гораздо опаснее, чем любые другие. У некоторых людей стирается грань между нашим миром и параллельным измерением. Живя одновременно в двух телах, с одной стороны в грубом физическом, а с другой в двойнике экстрасенсы способны на то, что называется творить чудеса. Что же есть в них такого, чего нет в нас? Ничего. Просто они прорвались сквозь грань, а мы пока нет. Уходя все дальше, в развитие таких наук, как физика, химия, генная инженерия, мы семимильными шагами удаляемся от знаний, данных нам самим Господом. Бесспорно, многие науки оказали благотворное влияние на человечество, но в этом есть и свои минусы. К примеру, некоторые лекарства дают эффект течения весьма непродолжительного времени. Болезнь возвращается с утроенной силой, и это явный пример ухода в никуда.